Всем привет! Сегодня у нас будет вот такая вот новинка. Это лопаста плов из булгура с киноа. Готовое блюдо у нас 250 грамм на 2 порции примерно. 2 минуты разогреть и все. Можно разогреть здесь. Микроволновки надрываем и ставим на 2-3 минуты. Можно разогреть в кастрюле, можно разогреть на огне в сковородке. Ну как-то так. Здесь короче есть ингредиенты сам булгур, киноа, томаты, соль, оливковое масло и подсолнечное. Что такое киноа? Это вкус напоминает нешлифованный рис, имеет вершково-гороховые нотки, мягкий вкус, похож на готовый рис. Ну короче это экзотическая такая штука. Стоит недорого, уже вот готовая. Просто разогреваете и вот здесь вот видно такой темный рис с какими-то черненькими точками. Давайте я прям так разогрею, потом посмотрим что там внутри. Вот такая вот красота у нас получилась. Давайте попробуем. Смотрите, здесь есть помидоры, да, как написано, только помидоры вяленые. Кстати, их достаточно много. Вот они. Люблю помидоры в плове, это очень забавно. Так, давайте вот так вот возьмем, здесь и помидорка и вот эти вот черные штучки. Давайте приближу. Вот так вот. Очень интересный запах, такой какой-то кисленьким чем-то. Друзья, да, действительно, рис у нас не соленый, он у нас какой-то специфический. В принципе, кто пробовал булгур, либо что-то вот похожее, кускус. Это вот что-то из этой вот серии, тоже что-то такое сладкое, необычное. Кускус он здесь тоже такой, не похожий на плов. Просто да, цвет плова. А вот эта вот черная штука, вот эти вот точечки такие, это похоже на мак. Но только это не мак, но что-то похожее, оно такое же лопается на зубах. Но наесться можно, он очень такой насыщенный и солить его не нужно, вот он должен быть такой. А томаты дают, о себе знать, придают сладости. Сам рис хороший, структурный, не распадается, но нежный, довольно неплохо. На любителя, опять же, здесь я люблю плов, булгур с мясом. Но здесь оно не должно быть, поэтому его здесь и не будет. В принципе, мне понравилось. Давайте вот так вот еще вяленый попробуем. Ну да, только мне показалось, что это кусок наса, а потом разжевал. Да, это все-таки не мясо, просто оно засохшее, непонятно было. Да, это помидорки. В принципе, на этом все. Очень много масла вижу, что и придает тот эффект, который в пачке, что оно не засохнет. То есть масло обязательно. Тем более два вида, оливковое и пацан. Классно, ставлю 4 из 5. Нормально. Кусайте вкусно. Всем пока. Ну что, пора прощаться. Следующий ролик уже совсем скоро. Сейчас самое время спуститься и почитать комментарии. Кто не поставил колокольчик и не включил уведомления, может остаться без нового ролика. Я предупредил. Пока.